По меньшей мере 15 человек госпитализированы в Донецке после столкновений между сторонниками и противниками федерализации. Украинские СМИ пишут о нападении сепаратистов на манифестантов, выступавших за единство страны. Российские СМИ говорят о нападении праворадикалов на участников антифашистского шествия против выступлений, приуроченных к основанию дивизии СС Галичина. Столкновения произошли в воскресенье и в Харькове. Ранения получили по разным данным от 10 до нескольких десятков человек. МВД Украины сообщило об аресте 13 человек, собиравшихся разбить в центре города лагерь протеста. Продолжается и следствие по делу о покушении на убийство мэра Харькова Геннадия Кернеса. Он был ранен в спину во время велосипедной прогулки в понедельник. В МВД Украины назвали в качестве одной из версий месть сторонников федерализации, а экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин заявил, что за покушением на Кернеса могут стоять сторонники киевской власти. В Славянске представители ОБСЕ отказались комментировать ход переговоров об освобождении своих наблюдателей. По некоторым данным, самопровозглашенный мэр Славянска готов обменять их на пророссийских активистов, которых удерживают власти. Накануне вечером был освобожден военный наблюдатель из Швеции.